МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герой интервью Михаил Ханов, управляющий директор инвестиционной компании Нордкапитал. Базовое образование получила в московском Фистехе. Уже много лет профессионально и достаточно успешно занимается количественными инвестициями на международных рынках. С нашим героем мы встречаемся в отеле Сент-Риджес на Никольской улице. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с самого актуального. Очередной виток внешних воздействий, если так можно выразиться, поставил определенные наши российские компании в очень непростую ситуацию. Акции некоторых из них подешевели чуть ли не половину. Ваши алгоритмические стратегии подвержены ли подобного рода влиянию? Я начну чуть издалека. Стратегия на тонное количество работает на 16 биржевых площадках мира, где московская биржа одна из 16. Соответственно, она входит небольшим процентом в общую стратегию, 5-6%. Но у нас есть стратегия, которая работает только на московской бирже. Она работает на 10 фьючерсах наиболее ликвидных. Это фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар-рубль. И там где-то 9-8 компаний крупнейших. Сбера, Газпром, Сургут, Роснефть и так далее. И за все годы нашего изучения российского рынка, за 8 лет практически, мы пришли к тому, что на российском рынке работают только трендовые алгоритмы. К сожалению, реверсные схемы не работают. То есть, если есть тренд, стратегия зарабатывает. Если нет тренда, идет вот такой вот туда-сюда, что называется болтанка, то стратегия теряет деньги, ну или остается в нуле. Поэтому, когда есть сильные тренды, то стратегия зарабатывает достаточно много. Когда был резкий тренд по всему миру, и Россия была еще в тренде со всем миром, прибыль за январь составила 25% на московской бирже. А день, который был во время падения вот этого черного понедельника, так называемого, который уже окрестили 9 апреля. Такие дни для нас, ну я думаю, что можно сравнить, как вот для продавцов цветов 8 марта. Стратегия в этот день за торговую сессию заработала 72%. Вы имеете в виду вот эту стратегию, которая работает на московской бирже? Да, которая работает только на московской бирже. Вот ее результат за день, вот с 10 часов утра до, ну считай, там до без 10,7, когда идет закрытие основной сессии, потому что в вечерней сессии там небольшие движения, там практически ничего нет. Вот результат этого дня торгового составил 72%. За счет чего это происходит? Я могу сказать так, что алгоритмы, они отслеживают вот это начало трендов. Я могу сказать так, что в тренд они встали еще в четверг вечером, всю пятницу в нем стояли и полностью его взяли, собственно, за весь день. Все закрылось по тейк-профиту и больше даже машинки наши не вставали, там отдельные были какие-то случаи, но вот так есть анализировать грубо. То есть как тренд, это большой заработок. Большой тренд, очень большой заработок. Это стратегия энергии, которая работает на московской бирже? Да, это энергия, которая работает только на московской бирже. Она входит, аллоцирована примерно 5%, как и все вот 16 бирж, в основную стратегию НС, которая долларовая. НС 3816. НС 3816. Вот по итогам января этого года эта стратегия ваша шла в топ-10 по рейтингу Barclay Hatch. Да. Что это значит? Опять же, если проводить аллегорию, для наших зрителей есть большое количество кинофестивалей. Самой престижной считается премия «Оскар», затем идет Каннский фестиваль, Берлинский и так далее. Вот если проводить аналогию, то, конечно же, это не Барнс и не Блумберг 100, где фонды с деньгами под управлением от 100 миллионов долларов и выше, мы еще пока не дотягиваем до этой планки. Но, скажем так, это как венецианский фестиваль. То есть это такое кино не для всех, для профессионалов. Значит, Barclay Hatch – это рейтинговое агентство, которое оценивает именно компании, занимающиеся доверительным управлением от 10 миллионов долларов и выше. И по итогам и прошлого года, 2017-го, мы зашли по итогам года в топ-10, и даже в краткосрочных стратегиях там в топ-3. У нас награды висят этим на сайте, и мы им реально гордимся. И по итогам января и февраля, ну, я надеюсь, и марта возможный. В марте был такой средний результат, но, тем не менее, многие в марте потеряли, потому что февраль, если вы помните, был достаточно провальный, в том числе и для многочисленных кэдж-фондов, которые отчитались о рекордных убытках. А в десятки миллиардов долларов, помните, когда резко-резко просел индекс S&P 500 и связанные с ним деривативные инструменты, индекс риска, да, ВИКС и обратный, индекс КСИФ. Практически все крупнейшие хедж-фонды, тоже и квантовые, отчитаясь об убытках, вот у нас в феврале был плюс 8%, 8,1%, и мы тоже вошли в топ-10 рейтинга по Барклайс, и еще один рейтинг, там он больше нацелен на азиатский Эрик, там мы тоже в топ-10 зашли по итогам года. Инвестиемкость вашей стратегии вы сейчас оцениваете в 1 миллиард долларов? Глобальный, да. Но вы стремитесь к 3 миллиардам, насколько я понимаю. Это исключительно расчетная величина. Пока у нас цель это 100 миллионов под управлением, мы к ней идем, это цель на 2018 года, если вот все будет развиваться так, как развивается. Если говорить про емкость стратегии, то это расчетная емкость, которая мы прогнозируем, что мы на такой емкости начнем мешать сами себе по тем, скажем так, неоднородностям, которые мы ищем на рынках. У каждой стратегии есть своя емкость, и в мире тоже, у крупнейших стратегий, она измеряется порядка 10-15 миллиардов долларов. Нельзя много съесть, чтобы не переварить. Но сказать, что это именно миллиард, мы не знаем. В любом случае, когда мы будем, я надеюсь, через какое-то время приближаться к этой цифре, надо будет смотреть, как будут вести себя биржевые стаканы, как будут отрабатываться модели. Одно дело расчет, другое дело практика. Я вдогон хотел еще вас спросить, во сколько вы оцениваете емкость вашего потенциального клиентского рынка в России? Очень сложный вопрос, потому что мы работаем в абсолютно легальном, белом, прозрачном налоговом поле, и здесь это зависит от того, насколько люди готовы демонстрировать свои доходы. Очень сложно оценить этот рынок, поскольку мы, например, принимаем только банковские переводы, да, то есть клиент должен показать свои счеты, то есть у клиента должны быть легальные деньги. Но я думаю, что рынок доверительного управления, это практически даже не сотни миллиардов долларов, ну, в России, скажем, это полтора-два триллиона рублей. По последним данным, это если брать и ПИФы, и пенсионные фонды, то есть деньги вообще под управление, по-моему, если я не ошибаюсь, на порядка полутора-двух триллионов рублей. Мы не гонимся за этими деньгами и не можем, и более того, часть из них принять, потому что стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов. Что это такое? По регламенту ЦБ одно из требований, которое может соответствовать квал-инвестор, это наличие у него шести миллионов рублей. То есть наш продукт не для пенсионеров, при всем моем к нему уважении. Это не вклад, это даже не облигация, да, это не купонный какой-то фиксированный доход. Это высокорискованная, высокодоходная стратегия, которую мы рекомендуем направлять в нее одну десятую часть капитала. То есть если инвестор к нам приходит со ста тысячами долларами, шестью миллионами рублей, да, то это означает, что весь его инвестор-портфель должен составлять 1 миллион долларов. И 10% нам. Да, соответственно, сколько таких людей? Ну, сложно давать оценки, но я думаю, что, учитывая, несмотря на последние потери, кризисы достаточно удачные, там, первые десятилетия этого века, так что называемые, там, сытые нулевые, несмотря на все кризисы, я думаю, что, ну, скажем так, на этот продукт мы найдем клиентов на тот объем, на котором мы обозначаем. Количество непосредственно клиентов у вас прибавляется? Прибавляется. Количество клиентов растет по очень простой причине. Вот, например, после 9 апреля очень много звонков встреч, потому что люди видят, что стратегия buy and hold, она перестает работать в такие моменты. Да, и если крушение рынка в США, там, было, там, на 10%, это в первую очередь обратили те наши инвесторы, которые работают с иностранными, в первую очередь с американскими акциями, то сейчас это коснулось напрямую российского рынка, да, той самой потенциальной тихой гавани, которая вдруг оказалась совсем не тихой гаванью, а, например, крупнейшие компании, такие как Сбербанк, такие как Газпром, способны потерять за один день, там, 10-14%, иногда и до 20% доходило падение. Поэтому многие обращают внимание на другие инструменты. Вернусь к вашей глобальной стратегии НСИ. А каковы ее результаты? Прошлый год мы закрыли плюс 79, чуть-чуть до 80, соответственно, инвесторы из обычных всех комиссий получили около 41-42%, те, кто был полный год, естественно, стратегии. В этом квартале достаточно удачно, но это всегда такое удачное начало года, там в глобальном мире нам важны именно колебания, да, а не тренды, и мы зарабатываем на трендах и на колебаниях. Вот колебания, как правило, в начале года достаточно существенные, и итог стратегии вот на сегодняшний день составляет примерно 27% с начала года. Вот доходность, если брать по месяцам, то в январе это было почти 13%, 12-90 с чем-то. И вот февраль, повторюсь, был достаточно успешен на фоне потери многих хедж-фондов плюс 8,1% за февраль, и март мы закрыли, соответственно, плюс 4, ну, так, хороший результат, плюс, главный плюс. Поэтому итог квартала первого 27,6% в валюте. Хороших вам итоговых годовых результатов. Спасибо, Николай. Спасибо. Спасибо.